...собирает непосредственно плату с населением, в соответствии со 157 статьей жилищного кодекса. Там население, в котором нужен способ управления, должно уносить плату управляющей компании. Управляющая компания уже рассчитывается с ресурсно-снабжающей организацией. Это касается не только энергоснабжения, это касается и тепловой энергии, это касается и водоотведения, водоснабжения. Поэтому жилищник является как раз той управляющей компанией, которая строго работает в рамках жилищного законодательства. На сегодняшний момент сложилась ситуация о том, что, по информации АТОМ-энергосбыта, у жилищника сложилась задолженность в районе 100 миллионов рублей. Основная сумма задолженности, это, во-первых, то, что жилищное население платит жилищнику за АТОМ-энергосбыта, только по нормативу, которую устанавливают в Департаменте по энергетике и на эффективности политической политики. По нормативу, которую установлены для определенной категории домов. Все нормативные потери, которые идут в высшем уровне, жилищник берет на себя эти расходы. И они не заложены ни в тарифе на содержание, ни ремонт являются. В общем-то, должны погашаться только из той прибыли, которая образуется в результате деятельности, если она есть в жилищнике. Но учитывая то, что содержание и ремонт, оно содержание заправное, соответственно, погашение у него источника нет. И эта сумма сложилась, Алексей Николаевич меня поправит, но это где-то за 6 месяцев этого года, это где-то в районе 48-50 миллионов рублей. То, что население платит жилищник, соответственно, он не платит. И плюс, остальная сумма, это то, что недосбор населения, население платит уровень платежей 95% и 5%, вот это складывается, вот эта сумма, которая есть вновь перед жилищником. Жилищника перед, с момента, атомной разбойки. Учитывая сложившую ситуацию и то, что в области готовится создание единого расчетного классового центра, в общем-то, в ноябре месяце приезжало руководство, атомной разбойки Московской воровской администрации, у нас состоялась встреча, где, учитывая вот это, то, что мы идем уже к созданию областного центра расчетного классового, а там уже население будет платить по квитанциям, которые уже будут ресурсно-стабжающие организации выставлять, мы пошли на то, чтобы с января месяца перейти на, сделать уже въезжую население, подвинуть к этому вопросу, при одном условии, что не будет проблем с антимонопольным нашим управлением. Потому что, когда здесь будет быть, то я его сразу предупредил, что это есть нарушение личного законодательства и, возможно, будут проблемы. Он сказал, что у нас есть свое постановление, оно действительно есть, это 8442, да, по-моему? 4442. А, 4442. А расчеты, прозвольте, 2-й, где гарантирующий поставщик, там, обязан предоставлять населению независимо, там, если организации должны, там, в саде Банковской, еще что-то, он обязан снабжать население электроэнергией. Ну вот, и АТМ, учитывая это постановление, считает, что они могут нарушать жилищные законодательства и пользуются своими постановлениями. Мы их предупредили. Когда наше антимонопольное управление выдало предостережение СМОЛЕНСКО АТМОНОЙ РАЗБУТУ о том, что это будет являться ограничением конкуренции, является нарушением закона конкуренции. Соответственно, мы и уведомили, и наш федерал, и московское руководство о том, что до урегулирования вопросов с антимонопольным управлением, мы не будем, жилищник не будет отдавать прямые расчеты с населением. Но руководство московское у нас уведомило о том, что это не влияет на это, и они все равно будут выставлять квитанции населению с 1 января. Поэтому на сегодняшний момент в городе сложилась такая ситуация, что готовится две квитанции. От нашего управления, от компаний жилищных, через своего агента СМОЛЕНСКО СЖКХ, и от АТМОНОРАЗБУТУ. И подобных управляющих компаний? Нет, подобные управляющие компании, они работают, у них непосредственный способ управления, у них прямые договора. они не работают через СМОЛЕНСКО СЖКХ, у них в соответствии с жилищным законодательством заключены прямые договора. И они платят непосредственно в листах, создавающие абоненты. Что приведет на прямые расходы, и тогда будет... Соответственно, население будет платить... Сейчас, если население платит, в домах, которые проживали, платят АДМО только по нормативу, там уже стоимость, потребление в среде электронных будет раскидываться на всех, что приведет.